Глава 6. Куда нас везут? Голос Абрайана был тихим и встревоженным. Скорее всего, на допрос. Так же тихо ответил Тухокс. Будем надеяться, что цивилизация хоть как-то смягчила индийские методы обращения с пленными. Конечно, он не мог рассчитывать на то, что цивилизованные народы совсем отказались от самых жестоких пыток. Слишком хорошо он изучил историю своего мира, чтобы не знать, что цивилизованные нации 20-го столетия в обращении с национальными меньшинствами, порабощенными народами и побежденными врагами не более гуманны, чем их предки-варвары в древности и в средние века. Минут через 15 машина остановилась. Абрайана и Тухокса вывели, завязали на шеях веревки и заставили идти дальше. Сначала была лестница, потом длинный коридор и, наконец, винтовая лестница вниз. Тухокс молчал. Абрайан ругался. После небольшой заминки заскрипела дверь и их куда-то втолкнули. Несколько минут они стояли, ожидая. Затем повязки сняли и яркий свет электрической лампочки без абажура ударил им в глаза. Как только глаза привыкли к свету, Тухокс рассмотрел, куда их привели. Это было помещение со стенами из гологранитных плит и высоким потолком. Лампа стояла на столе и абажур был повернут так, чтобы свет бил прямо в глаза пленникам. В комнате было много людей, одетых в узкие, темно-серые мундиры. Предположение Тухокса оказалось верным. Их привели на допрос. Но, к несчастью, летчикам не в чем было признаваться. А правда была так невероятно, что допрашивающие не поверят ни единому их слову. В лучшем случае их примут за двух перкунских шпионов, наскоро придумавших эти жалкие и нелепые фантастические истории. Да по-другому и быть не могло. Если бы человек из этого мира попал бы на родную землю Тухокса, ни немцы, ни союзники не поверили бы ни единому слову из самого что ни на есть правдивого рассказа. Но, несмотря на это, пришло время и Тухокс вынужден был рассказать эту правду. Убрайн сдался еще быстрее. Ослабленный малярией он снова и снова терял сознание, пока допрашивающие убедились, что они симулируют. Они оставили его в покое и всю свою энергию и изобретательность сосредоточили на Тухоксе. Возможно, они упорствовали потому, что Тухокс был явно не похож на перкунца и его считали предателем. Тухокс упорно молчал и изо всех сил старался продержаться как можно дольше. Он помнил, что древние индейцы его земли всегда восхищались людьми, выдержавшими их пытки. Иногда даже, конечно очень редко, они принимали их в свое племя за мужество и стойкость. Чуть позже он начал раздумывать, что изменится, если он перестанет молча сносить пытки, а будет кричать, петь или даже осыпать оскорблениями своих палачей. И Тухокс закричал. Это не улучшило его положение, но по крайней мере помогло ослабить внутреннее напряжение. Время шло. Он повторял свою историю пятый раз и опять клялся, что это правда. Начав рассказ шестой раз, он потерял сознание и был приведен чувство потоком ледяной воды. Дальше он уже не думал, что говорить, что делать, но о пощаде не молил. Он ревел, плевал им в лица, кричал, обзывал их жалкими, презренными тварями и клялся, что отомстит при первой же возможности. И все начиналось сначала. Он кричал, кричал, и мир превратился в сплошной раскаленный ад. Когда он пришел в себя, все тело болело. Но это было ничто по сравнению с теми мучениями, которые он перенес в том каменном мешке. И все же единственным желанием было умереть, и этим покончить со всем. Потом он подумал о людях, которые так его отделали, и снова захотел жить. Он должен выжить, чтобы отомстить им, чтобы уничтожить их всех. Время шло. Когда он снова очнулся, кто-то поднял его голову и влил в рот холодное питье. Он и видел несколько женщин в длинных серых одеждах с белыми косынками на головах. Они отвечали на его вопросы успокаивающими жестами, просили не разговаривать и меняли бинты. Они делали это осторожно, но от боли Тухок снова потерял сознание. На этот раз он очнулся быстрее. Женщины уже обработали его раны болеутоляющей жидкостью и мазями, и теперь перебинтовывали их чистыми бинтами. Он спросил, где находится, и одна из женщин ответила, что он находится в уютном и безопасном месте, и что никто и никогда больше не сделает ему больно. Тут Тухок сломался и заплакал. Женщины смущенно опустили глаза, но было непонятно, чем вызвано их смущение. То ли порывом его чувств, то ли здесь так было принято. С этой мыслью он снова погрузился в сон и пришел в себя только через два дня. Роджер чувствовал себя опустошенным, как после наркотиков. Голова была туманной и пустой, во рту пересохла. На соседней койке лежал Убрайан. В тот же вечер Тухоксу удалось встать к постели и добраться до двери палаты. Никто ему не помешал, и он даже поговорил или скорее попытался поговорить с другими пациентами. Когда он вернулся в свою маленькую палату, то выглядел встревоженным и испуганным. Убрайан внимательно на него посмотрел и спросил, где мы? В сумасшедшем доме, ответил Тухокс. Сержант был слишком слаб, чтобы бурно отреагировать. Похоже, наши палачи решили, что мы душевно больные. Мы крепко держали за нашу историю, а наша история для них просто бред. И вот мы здесь, и можно сказать, что нам повезло. Эти люди, кажется, испытывают древнее почтение к сумасшедшим. Они хорошо с ними обращаются, но мы, как тебе понимаешь, все равно в плену. Я думаю, с этим ничего не поделаешь, сказал Убрайан. Я умру. Что сделали эти дьяволы? И мысль о том, что в этом мире... Нет, меня этого достаточно. Ты слишком много перенес, чтобы умереть именно сейчас, сказал Тухокс. Это просто горькое разочарование. Нет, на этот случай, если я не выкарабкаюсь, ты должен мне пообещать, что при первой же возможности разыщешь этих негодяев и убьешь их. Медленно убьешь. Совсем недавно я думал точно так же, ответил Тухокс. Но ты подумай, что на этой земле нет Гаакской конвенции или чего-нибудь подобного. И то, что мы перенесли здесь, ждало нас в любом плену, под лозунгом «пытать пленников», чтобы все выведать. Если бы мы попали в руки перкунцев, с нами обошлись бы точно так же. По крайней мере, палачи не сделали нас калеками на всю жизнь, а могли. Но теперь самое худшее позади. С нами обращаются как с пленными королями. Индейцы верят, что сумасшедший обладает божественностью. Может, теперь они не верят в это всерьез, но обычаи еще сохраняют. Ты должен убить их. Пробормотал О'Брайан и заснул. К концу следующей недели Тухокс почти полностью поправился. Ожоги все еще не зажили, но ощущения, что с него заживо стирают кожу, больше не преследовали. Постепенно он подружился с директором этого заведения, дружелюбным, высоким, худым мужчиной по имени Таре. Тот был образован и интересовался случаем Тухокса с точки зрения психиатрии. Он разрешил своему пациенту пользоваться своей библиотекой, и Тухокс ежедневно по много часов проводил за изучением этого мира, Земли-2, как он теперь называл его. Таре был очень занятым человеком, но рассматривал случаи обоих этих чужаков как довольно исключительной психиатрической практики и приходил к ним каждый день на полчаса, а иногда и на целый час. Во время одного из таких терапевтических разговоров Таре высказал свое мнение. Он предполагал, что его пациенты пережили на Западном фронте ужасные бои, и это должно быть привело их к душевному надлому. Они бежали из реальности, вымышленной мир Земли-1, потому что действительность оказалась для них невыносимой. Тухокс рассмеялся. «Предположим, что все именно так, как вы говорите, но у О'Брайена такой же психоз. Почему? Ведь его вымышленный мир до мельчайших деталей совпадает с моим. Не находите ли вы странным, что о тысячах подробностей этого вымышленного мира мы имеем одну и ту же информацию?» Таре пожал плечами. «Вероятно, ваш уход от реальности его настолько привлек, что он захотел присоединиться. Ничего странного. Тем более, он, кажется, в некотором отношении попадает под ваше влияние и доверяет вам. И вообще, О'Брайен считает тебя исключительным и чувствует себя на Земле-2 совершенно одиноким. Поэтому ему и хочется оказаться с вами на этой Земле-1. «А как же вы объясните незнание вашего языка?» – спросил Тухокс. «Вы разумный человек. Вы решили навсегда бежать в вымышленный мир. И вы просто забыли родной язык. Вы никогда не думали, что вам снова придется вернуться в реальный мир?» Тухокс вздохнул. «Вы слишком все рационализируете и упрощаете. А не приходило ли вам в голову хоть раз, что я могу говорить и правду? Почему вы не отважитесь на эксперимент? Расспросите нас о нашем мире по отдельности. Вы услышите две одинаковые истории. Но если вы все это проанализируете, сравните, все подробности рассказа об истории, географии, религиях, обычаях, языках и т.д. – ваше мнение может и измениться. Вы обнаружите удивительное соответствие. Это и будет настоящий научный эксперимент». Таррес снял свои очки и начал задумчивым видом протирать их стекла. «Хмм, научный эксперимент? Конечно, двум людям, тем более без специального образования, не под силу создать целый новый язык, со всем его словарным запасом, грамматикой, синтаксисом и особенностями произношения. Равно как и придумать все подробности истории целого мира, географии, религии, обычаях и всех стран и народов. Учесть все особенности архитектуры разных городов и в разные эпохи. Но почему же тогда вы не сделаете такой попытки?» Таррес снова надел очки и чуть насмешливо посмотрел на Тухокса. «Может быть, когда-нибудь? А пока вы должны считаться сумасшедшими». Когда волна возмущения и ярость увлеклась, Тухокс громко рассмеялся. В чем он мог упрекнуть Тарре. «Окажись он сам на месте психолога, разве поверил бы?» Большую часть дня занимали различные процедуры. Каждый день проводилась процедура потения, имевшая целью изгнать из тела находившихся там всевозможных демонов. Были и религиозные церемонии, во время которых священник из ближайшего храма пытался изгнать этих демонов. Таррес не принимал участие в подобных ритуалах. Он, казалось, считал все эти процедуры пустой тратой времени, но открыто не проявляло своего отношения к подобным ритуалам. Что, конечно, говорило о силе церкви в этом мире. Даже врач не мог выступить против религии. В свое свободное время Тухокс упражнялся в языке, общаясь с персоналом и другими пациентами, или шел в библиотеку. Он не терял надежды вырваться на свободу и старался как можно больше узнать об этом мире. Один из учебников по истории для школьников давал ему картину исторического развития народов на Земле-2. На планете был конец ледникового периода, и приближалось общее потепление. Это было очень кстати для Европы, потому что здесь не было того гольфстрима, который бы смягчал резко континентальный климат в этой части света. И это обстоятельство довольно ощутимо тормозило культурное развитие цивилизации. Северная часть Скандинавии и север России были все еще погребены под толстым слоем снега и льда. Много тысячелетий индийские племена все новыми и новыми волнами устремлялись из Сибири и Центральной Азии в Восточную Европу, покоряя и порабощая находящиеся там народы, или сами покорялись им. Обычно покорители и поработители со временем ассимилировались, но кое-где индейцам удалось перевить свой язык и культуру коренному белому населению. Это произошло, например, в Гаттинозонии и в одной из областей Чехословакии, которая в этом мире называлась Кинуки-Кунг, и дальше была полуавтономной области Перкунии. Историческое развитие на Земле-2 напоминало Тухокса наступление на запад гуннов, аваров, кушанов и монголов на его родной земле-1. Развитие же Малой Азии в этом мире так и осталось для Тухокса неясным. В Турции на Земле-2 говорили на хетском языке и других индоевропейских наречиях, а западные турки ушли на юг, распространяя свою культуру в Северной Индии. Германские племена, теперь немногочисленные и ослабленные ледниковым периодом, в ранние времена покорили британские острова Ирландию. Следующие волны переселения сопровождались продолжительными войнами, так что Англия в конце концов стала называться Плодландией, кровавой страной. Племя Ингвинитау наконец-то смогло захватить господство над этой страной, но вскоре началось новое вторжение из Дании, Норвегии и Фризландии. И именно из-за него нападение Норманов на Земле-1 выглядело не таким значительным, как было здесь. В течение двух поколений половина населения Дании и Норвегии переселилась и осела в Блодландии. Долгое время там правили датские короли, в этот период появилась Ирландия, Норландия, Шотландия, Блодландия, Тритераноландия, Нормандия, Южная Скандинавия и Бретония, известные как шесть королевств. В таком виде они оставались до нового времени. В этих шести государствах говорили на более или менее различных диалектах архаичных северных языков Ингвинитау. Но при общении чаще всего пользовались основной формой господствующего языка. Ее изучение для Тухокса стало равносильно изучению совершенно неизвестного ему языка.